В доме холодно, воды горячей нет, придется опять идти мыться в зал под предлогом тренировки. Хотя это не самая главная новость к настоящему моменту. Всем привет! Сегодня коротко. Грэпплинг UWW будут теперь показывать за деньги. Джефф Монсон готов таки презентовать систему Джеффа Монсона. Абидж Джефф Мастер Уоллс открыт. И календарь заморских мероприятий. Погнали по порядку и в темпе. Возможно вы знаете, но 6 и 9 сентября пройдет чемпионат мира по грэпплингу UWW в Казахстане, город Астана. И тут сюрприз! Турнир в прямом эфире будут транслировать на flowgrappling.com. Разумеется, за бабосики. Ранее flowgrappling 2 года транслировал отборочные турниры по грэпплингу UWW в Америке. Теперь же за умеренную плату можно будет посмотреть и чемпионат мира. Правда, нет никакой гарантии, что трансляция по качеству будет лучше, нежели до этого делала трансляцию сама федерация грэпплинга UWW. В последнее время flowgrappling все больше и больше лажает. Кстати, интересный нюанс. Если верить Кинону Корнелиусу, то flowgrappling – прихвостни IBJJF. Так сказать, главная агитационная площадка бразильского джиу-джицу в мире. Получается, что грэпплинг UWW ударил в самое сердце ТН бразильской матрицы. И этот шаг должен увеличить количество внимания со стороны поклонников бразильского джиу-джицу в сторону грэпплинга UWW. Ведь именно поклонники БЖЖ составляют 99% подписчиков портала flowgrappling.com. Но вот что досадно. Чемпионат мира по грэпплингу буквально через две недели, а информации об этом практически нигде нет. Ну или по меньшей мере ее не так много. Мы их по-прежнему готовы помочь. Кстати, календарь мероприятий на сентябрь насыщен не только в Российской Федерации. Как мы уже говорили, 6-9 сентября чемпионат мира по грэпплингу UWW, который пройдет в Казахстане, в городе Астана. 9 сентября турнир Elite Submission League. 15 сентября некий грэпплинг фест. Посмотрим, что это такое. 15 и 16 сентября чемпионат Pants No Gi 2018. Чемпионат не такой популярный, как Pants Gi, но тем не менее авторитетный. 22 сентября первый командный Fight to Win Pro. Кстати, промоушен представляет новый командный формат. Мы еще не разочек о нем расскажем, но коротко. Ожидаются команды 10 планеты, команды Ллойда Ирвина, Карлсона Грейси и Читмата. В общем, топы 10 планеты будут сражаться против не топов других команд, дабы доказать свое превосходство. Ну, так себе формула. Хитро. 22 и 23 сентября Абудаби Гранд Слэм в Лос-Анджелесе. Вот это 100% будет интересное мероприятие. Проходит оно в ГИ, транслируется качественно и благодаря нашим арабским друзьям из федерации UAHGF мы можем смотреть пятый, то есть телевизионный ковер бесплатно, но только на территории Российской Федерации. Таков уговор. И 28 сентября предусмотрен какой-то Rise Submission Inventational 5. Ну, наверняка какая-то крутая штука. Мы пока не в курсах, но обязательно будем интересоваться и держать вас в курсе. Окей? В общем, друзья, будет что посмотреть в сентябре, ну, по крайней мере, подписчикам раздела премиум. Также в сентябре, но уже в Москве, снова на арену выходит старина Джефф Монсон. Пожалуй, фотки с Джеффом есть уже у каждого, поэтому Монсон решил приступить к настоящему обучению. А поверьте, ему есть чему научить. Джефф Монсон в этот раз готов представить свою систему. А чтобы обучение системе было максимально системным, запланирована целая череда мастер-классов, где спортсменам дается тема, потом время, неделя-другая на самостоятельную проработку этой темы. Предполагается, что за время самостоятельной проработки у спортсменов возникают вопросы. И вот здесь самое интересное. На следующий семинар участники предыдущего семинара могут задать свои вопросы Джеффу Монсону, получить на них ответы, после чего получить новую порцию информации. И все снова проходит такой же цикл. В общем, как нам кажется, пожалуй, это новый подход к семинару. Привед, everybody. Это Джефф Монсон. Я хочу приглашать вас на Септембер 24 в Ронен-Фанли-Клуб. Я буду проводить мастер-класс на 8 часов. Я буду показывать индивидуал-технические, мы будем делать тренинг, и там есть много новых вещей, которые я также буду показывать. И после этого, каждые недели, мы будем проводить новую семинар на Ронен-Фанли-Клуб в Москве. Подробности об этом мероприятии обязательно последуют. Главное, оставайтесь с нами и следите за новостями. Ну и, наконец, вчера открылся-таки IBJJF Мастер-Волл 2018. Всю ночь мы наблюдали за выступлением черных и коричневых поясов. Веки слепаются, глаза слезятся, есть хочется, пить тоже. Сегодня ночью на IBJF World Masters 2018 выступил отечественный черный пояс Иван Чумаков. Пожалуй, это первый случай, когда российский черный пояс выступает на чемпионате мира IBJJF. Даже если это чемпионат мира Masters, то есть для тех, кому за 30. Но первая попытка, к нашему великому сожалению, не уменьшалась успехом. То ли еще будет. Ване всего лишь чуть-чуть, немного за 30. Жизнь только начинается, Иван. Мы с тобой. Но сегодня вечером турнир продолжится. И нас с вами ожидает выступление. Джоша Хингера, Сайборга, в общем и других. Прикиньте, Сайборг уже Masters 2. Словом, на сегодня новостей хватит. Следите за нашими новостями и анонсами. И тогда вы уж точно будете в курсе и в теме всех событий, которые происходят и в России, и за рубежом. Без каких-либо идиотских фильтров. Удачи! Хорош!